Во вторник перед началом оперативного совещания с главами поселений собравшиеся в режиме видеоконференции приняли участие в расширенном заседании правительства Московской области, на котором положительно был отмечен и Щелковский район. Отличились наши дорожные службы. Район вошел в тройку лидеров по выполнению плана ямочного ремонта. Всего же в регионе в этом году запланировано отремонтировать порядка 3000 километров дорог регионального и муниципального значения. Приоритет будет отдан муниципальным дорогам. И еще новшество. С этого года ремонтные дорожные работы будут контролироваться с помощью мобильного приложения и без ежедневной фиксации в нем приниматься не будут, сообщили на заседании правительства. Открывая совещание с главами городских и сельских поселений, Алексей Валов по традиции отметил наиболее значимые прошедшие события. Более 5000 жителей района приняли участие в акции Леспобеды. В Афрянове прошла церемония захоронения останков бойца Ефима Базлова, пропавшего без вести во время Великой Отечественной войны и найденного украинскими поисковиками. Глава района принял решение наградить всех причастных к возвращению бойца на родину. Изменения в руководстве отрасли ЖКХ. Заместитель главы администрации Роман Назаров освободил должность по собственному желанию. Временно курировать направление будут Евгений Петеримов и Елена Гологанова, заместитель начальника управления по ЖКХ и благоустройству. Елена Ивановна доложила о ходе исполнения программы «Чистая вода», в рамках которой в районе будут реконструированы 9 ВЗУ. Общая сумма работ – 191,5 млн. рублей. Софинансирование городского и районного бюджетов составит 11,5 млн. соответственно. Продолжается подготовка к внедрению системы раздельного сбора мусора. Всего готовятся 104 контейнерные площадки. 20 из них должны заработать уже в начале июня. Проведены все необходимые согласования и совещания с мусоровозящими компаниями. По этому поводу составлена дорожная карта по переоснащению этих 20. По городу пилотный проект 20 площадок мы взяли на переоснащение. Оборудование для них уже оплачено и оно в пути. До 20.05 запланирована поставка этого оборудования – это двухцветные контейнеры для сбора мусора. И установка будет произведена в 10-дневный срок. Компания ЛНТ, которая будет заниматься раздельным сбором, решает и текущие вопросы вывоза отходов. Ситуация осложнилась в связи с ужесточением контроля на мусорных полигонах и удлинением очередей. Сейчас закуплена дополнительная техника. Зам. главы администрации Юрий Родионов обратил внимание глав поселений на необходимость скорейшего заключения договоров с клубом «Ровесник» на летнее трудоустройство несовершеннолетних. Пока это сделали только Щелкова и Фрянова. В заключении Алексей Валов сообщил о своем поручении разработать рейтинг исполнительности муниципальных чиновников. И напомнил, что каждый работает для людей. В голове у каждого есть какое-то «я». Мы идем к власти и становимся на определенной должности не для того, чтобы «я», а для того, чтобы просто работать. Работать лучше всех, работать для всех, чтобы был тот результат, который нужен людям.